В Норфолке, штат Вирджиния, военный пёс воссоединился со своим напарником. Ещё год назад Чед и его пёс Фредди вместе несли боевую службу. Фредди обучен обнаруживать взрывные устройства и тайники с оружием. Вместе с Чедом он служил в Афганистане и Ираке. Потом Чеда отправили нести службу в США, а Фредди отправили в Италию. 21 июня заслуженный пёс был отправлен в почётную отставку. Далеко не всегда военные собаки заканчивают дни в компании своих старых напарников. Обычно военные устраивают специальные акции. Собак-ветеранов получают в дар все желающие. Но сотрудники американского общества «Гуманизма», благотворительной организации, которая занимается защитой прав животных, помогли найти Чеда и доставили его старому другу. Чед с женой и дочерью живёт в Норфолке. Они лучшие друзья, они спасали жизни друг друга, они братья по оружию, поэтому стоило помочь им встретиться. Чед говорит, что у Фредди будет счастливой старость, своё место на диване и множество игрушек. Собаки всегда участвовали в войнах, которые ведут люди. Они давно служат и в рядах вооружённых сил США. Во время Первой мировой войны прославился пёс Стабби, ставший живым талисманом 102-й пехотной дивизии. Своим лаем Стабби предупреждал о приближении врагов и газовых атаках. Он был произведён сержантой и награждён медалью. После Первой мировой войны талисманом корпуса морской пехоты стал бульдог. При этом армия США стала массово использовать служебных собак относительно поздно, лишь во время Второй мировой войны. Как тогда, так и сейчас собак учили нести караульную и охранную службу, доставлять сообщения и перевозить раненых и грузы. Тогда же армия США начала обучать собак обнаруживать взрывные устройства. Как оказалось, лучшие друзья человека великолепно справляются с этой ролью. Традиционно американские военные предпочитают набирать на службу собак нескольких пород. В армии США чаще всего служат овчарки, немецкие, голландские и бельгийские, и лабрадоры. А в военно-воздушных силах и на флоте небольшие собаки с острым нюхом, такие как бигли и фокстерьера. Однако примерно половина собак отсеивается на этапе обучения. Изначально было введено правило, что все собаки на срочной службе получают воинское звание. Армейская бухгалтерия учитывает их как рядовых. Ныне на военной службе США состоят около 2,5 тысяч собак. Стоимость пса-сапера, прошедшего полный курс обучения, достигает 150 тысяч долларов. Однако военные полагают, что они бесценны. Такие собаки способны обнаруживать до 98% взрывных устройств. Тысячи собак принимали участие практически во всех военных конфликтах и спецоперациях вооруженных сил США. К примеру, в операции по уничтожению лидера Аль-Каида Усама Бен Ладена, проведенной спецподразделения морских котиков, принимал участие пёс Каир.